Если вы это хотите, то значит идите это и делайте. Девочки, не бойтесь мальчиков, они слабые. Хорошо. Как тебя зовут? Сколько тебе лет и как давно ты занимаешься в Лути? Тимур? Давно я не знаю, как я занимался, я уже не помню. Меня зовут Полина, мне 9 лет, я из Москвы. А как давно ты занимаешься джоу-джитсом? Почти 4 года. Меня зовут Лев, мне 10. Меня зовут Лихипа, мне 12 лет. Меня зовут Вика Максонова, мне 13 лет, уже скоро 14. Я занимаюсь в клубе Штур. Конкретно джоу-джитсом я занимаюсь уже почти полтора года. До этого я занималась 4 года сам. Я раньше на джи-до ходила, там мне интересно просто бросать весь урок. Мне больше нравится джи-джи-джи, потому что там можно как-то повозиться в самбо, то есть так это партергард не запуришь. Почему тебе нравится борьба? Ну, мне в школе очень часто бежали, потому что, знаете, собраниться. Ну, плюс все из миска, все боролись, и мне очень понравилось. А в школе перестали обижать? Ну, стали там, да, поменьше. А ты в школе обижаешь кого-нибудь? Нет, я никому не обижаю. Что такое джоу-джитс? Джоу-джитс – это как борьба, ну, это бразильская джоу-джитс. Там тоже борются, борются. Как обычно борьба, только там есть иногда приемы, которые нельзя делать. Это борьба, это можно сказать. Борьба – это когда борются. Это борьба с разными удушениями, с разными заломами. Ну, такой спорт, где можно побороться и за себя постоять. Режиссу борьба, где используют болевые удушающие приемы. Основная цель – бороться и спартера. Там есть и дужки, и болевые, и разные приемы. Выступаешь ли ты на соревнованиях? Да, очень часто. Да, выступала. На соревнования выезжаю часто. Почти. Почти каждый выходной. Но это как-то получается. Волнуешься ли ты перед соревнованиями? Ну, конечно, иногда могу волноваться, да. Бывает такое. Ну, нет, не волнуюсь. Проиграл, проиграл. Не проиграл, выиграл. Перед соревнованиями, да, я волнуюсь. Я думаю, это многим свойственно. А когда выходишь на ковер, уже страх пропадает, настрой боевой. Ну, когда уже вышел, это, с соперником бороться уже не страшно. На соревнованиях, то есть сначала у меня есть такой легкий мандраж, то есть если я вижу, что я боролась с этими девочками до этого, то есть у меня как-то пропадает, типа, а, ладно, если я ее победю, то есть у меня идет уверенность. А потом, когда это, это такая, пять минут до схватки, я такая, блин, ну что делать? А потом это, ну, меня просто тренер настраивает, то что вот как только вот нога ступает на ковер, всегда волнение пропадает. У меня так и происходит. Поэтому, не замучило-то родителей каждые выходные на соревнования ездить? Это же, ну, разные города, разные места, там, бывают. А, нет, потому что мои родители только за, чтобы я выступала, потому что моя будущая профессия, она как раз связана с борьбой, поэтому я считаю, что это очень важно. Это что на профессии? А комитет по борьбе с наркотиками? Нет, я хочу стать тренером. Хочешь ли ты победить тренера? Ну, я не знаю, да, конечно, хочу. Да, хочу. Много попыток было, но все безуспешно, пока что. Так, уже один пробовал, хорошо. Чего тебе не хватает, чтобы победить своего тренера? Ведь вес в джиу-джитсу не имеет значения? Не имеет, мне техника. Надо чистить технику, улучшать. Надо, чтобы новую виноват. Хочу. Какие планы? Когда ты его, когда ты уже, Евгения Вадимовича, завалишь? Когда я буду его вешать, тогда же он. А он к тому времени может еще поднабрать? Нет, не хочу, потому что тогда мне, ему будет нечего мне показывать, и как-то будет неинтересно. Я хочу, чтобы мой тренер всегда был для меня идеалом. Сколько раз в неделю ты тренируешься? Шесть. Ну вот, это первая неделя, когда я четыре раза занимался, ну плюс я сейчас занимаюсь дома. Самостоятельно. А что ты дома делаешь? ОФП. Общий физический подкоп. Какой твой любимый прием? Треугольник. Мой прием для любимого это спайдер-карта. Кимура, Кимура Грипп. Если тебе предложить пойти на тренировку или посмотреть мультики, что ты выберешь? Ну, не знаю, наверное, на тренировку, что-то в мультики как-то, ну знаете, можно их и потом посмотреть. Не знаю, смотря какое состояние. Если нечего делать, пойду на тренировку. А если... С друзьями погулять? Ну, не знаю, странно, сложный вопрос. Я могу и то, и то выбрать. По настроению. Ну ладно, мультики ты наверняка не смотришь. Что делать сейчас подростки в это время? В пиццерии, я не знаю. В пиццерии, тик-ток там. Хочешь ли ты получить черный пояс? Да. Хотелось бы. Сейчас пока над этим не задумываюсь, но в будущем, конечно, он не потребуется, потому что это реклама. Если хочется все-таки открывать в будущем свой филиал, то, конечно. Но мне сейчас со своим поясом нормально, потому что, например, серый пояс, там, город каких-нибудь оранжевых поясов. Вот это вот, типа, интересно тоже. Но я пока не хочу, в принципе, продвигаться, то есть, именно по поясам, потому что я на них не обращаю внимания. Ну, что боролась с... Мне интересно бороться с опытными. То есть, от них не знаешь, чего ожидать. Как думаешь, когда ты получишь черный пояс? Ну, где-то вечера с 8-9. Ой, я еще, наверное, долго-то не... Ну, ничего не долго. Сейчас серый, вот еще чуть-чуть и черный. Не знаю. Я пока не горю желанием, не с поясами, которые... Я сейчас с желтым в будущем. У меня есть с такими хорошими. Какой бы ты совет дал тем, кто только пришел на занятия по джиу-джитсу? Девочки, не бойтесь мальчиков, они слабые. Хорошо. Я бы дал совет. Приходите разговаривать, приходите бороться, учиться новому. И вы так же станете сильнее и гораздо сильнее. Будете на соревнованиях. Я бы так ему посоветовала. Я бы сказала то, что если у вас что-то не получается, не надо сразу сдаваться, потому что если ты сдашься, то... Вот может быть, если бы ты не сдался, у тебя бы точно получилось. Потому что если стараться стоять на своем, то у тебя всегда все проучится. Поэтому нужно всегда идти вперед. Если вы это хотите, то значит, идите и это и делайте. То есть я вам дам совет, то что... Пожелать вам удачи, сказать то, что... Будьте сами с собой, чтобы вы все смогли сделать. Ну, если есть желание, то и победа, и все остальное сама придет. Какой бы ты совет дал родителям детей, которые только начали заниматься живым? Я бы дал совет, чтобы они поговорили с своими детьми, когда они играют на тренировок. Чтобы их сказали, чтобы они не разговаривали. Я считаю то, что родители должны... Ну, они должны вникать и помогать своим детям, чтобы... Не просто... Ты проиграл, все, из дома не выйдешь, неделя, домашний арест. Ну, типа, не так вот. То есть нужно относиться... То есть проиграл, нужно все ошибки посмотреть, отработать и потом уже выйти и победить. Но, по крайней мере, со мной у меня вообще другая ситуация. Но на начало лучше делать так, чтобы... Потому что ребенок может, там, например, просто испугаться родителей. Блин, нафиг я пришел, все ухожу, надо пристопать. Или... То есть все начинает замыкаться. И поэтому думаю, что лучше так. Помогать им, давать советы, чтобы... Это те советы, которые там... Терпи, до конца, лопай. Да, да, да. Вот эти, да? Вообще, я думаю, что это уборщицы делают. А где же вот это? Выходите отсюда, мне надо помыть, помыть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok